МОСКОВСКОГО МЕТРО МОСКОВСКОГО МЕТРО В БУДУЩЕМ, но и увидим те технологии и инновации завтрашнего дня, которые используются уже сейчас при строительстве подземки. Попробуем разобраться, как и куда развивается столичное метро, узнаем, что ждет его в ближайшем будущем и каким видят его специалисты и пассажиры. Может быть, там нас будут по зрачку глаза считывать. Будет просто более скоростным. Уйдут машинисты. Метро в будущем, вся навигация будет электронная. В 2020 году протяженность линий московского метрополитена должна превысить 450 километров. Строительство новых линий и станций позволит перераспределить пассажиропотоки в самом метро и снизить нагрузку на автодороги. С 2011 года в Москве открыто более 80 станций метро. До конца 2022 года планируется открыть еще 57 станций. Давайте посмотрим, какие это станции и где они расположены. Долгожданную станцию метро Гальянова планируют открыть к 2023 году. Предполагается, что она разгрузит ближайшую Щелковскую примерно на 25%. Хочется в это верить. Еще одна ожидаемая станция на Салатовой ветке – улица 800-летия Москвы. Станция будет расположена на Дмитровском шоссе. До конца 2022 года обещают открыть станцию Леонозова, конечную на Люблинско-Дмитровской линии. После 2023 года Люблинско-Дмитровская линия дотянется до поселка Северный, где откроют станцию Фистеха. Кстати, еще в 1996 году студенты того самого Фистеха пошутили и 1 апреля наклеили на схему метро станцию с этим названием. Теперь мы точно знаем, что в каждой шутке есть доля шутки. Самую первую линию московского метро Сокольническую к 2023 году будут продлевать еще южнее. На карте города появится новая станция метро Новомосковская. На схеме метро Москвы появится и новая линия Коммунарская. Она пройдет от станции МЦК Крымская и дойдет до Новой Москвы. Существует еще один интересный проект строительства целой линии метро. Она протянется от Москва-Сити до Рублева-Архангельского. На ней расположится 9 станций. И, наконец, один из самых ожидаемых проектов – это Бирюлевская линия метро. По словам московских властей, работы по строительству линии можно будет начать в 2021 году в случае одобрения проекта и завершить до конца 2025-го. Станция, которая занимает многих москвичей – это Внуково. Она свяжет одноименный аэропорт с городом только посредством метро. Станцию полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта для максимального комфорта авиапассажиров. Возникает логичный вопрос – а что же будет с уже существующим железнодорожным сообщением аэроэкспресса? Ну, на самом деле, есть полно примеров схожих в том же Лондоне. Там можно экспрессом доехать до хитрого, там, с Хаммерс Мисс, по-моему, вокзала. Либо ехать на метро, и на метро просто очень долго. А экспресс едет быстро. Поэтому там просто кто может себе позволить экспресс, будет ездить на экспрессе. У кого есть время, кто может заложить там на час больше, он поедет на метро. Также желтая ветка пополнится станцией Пыхтина, которую планируют ввести одновременно с Внуково. Самый амбициозный и значительный из проектов московского метрополитена – Большая кольцевая линия. После завершения строительства к концу 2023 года общая протяженность линии составит 70 километров. В нее войдет 31 станция. Это вот как раз из числа тех проектов, которые очень нужны. Основная проблема метро, что все станции, они все в центр едут, и вот возможность пересаживаться где-то на более ранних этапах – это очень хорошо. Посмотрим, как идет строительство одной из станций этой линии – Мневники. Оно началось в марте 2019 года. Название уходит своими корнями к рыбацкой деревне, ранее располагавшейся на территории современного района Москвы – Хорошова-Мневники. Станция строится на глубине 32 метра в пойме реки. Котлован выступает техническим помещением, через которое происходит обслуживание тоннеля проходческого комплекса. На данный момент мы находимся с вами уже в пройденном тоннеле от станции Карамушевска до станции Мневники. Длина тоннеля составляет 930 метров, диаметром 10 метров. Проходка осуществлялась большим тоннелепроходческим комплексом диаметром 10 метров, что и позволяет запараллелить работы сразу же по монолитам, то есть возводить бетон, вентиляционные перекрытия и подготавливать тоннель уже к его постоянному обустройству. Этот тоннель практически уже по окончанию проходки имеет порядка 70% готовности. Несмотря на вес в 1600 тонн, длину 66 метров и невероятную мощность тоннелепроходческого комплекса, почувствовать его движение, находясь на поверхности, невозможно. Во-первых, из-за скорости движения. Она составляет около 11 метров в день в зависимости от грунтов. И, во-вторых, из-за глубины самой проходки. Быть может, в этот момент, когда вы смотрите это видео, под вами ведутся работы по прокладке тоннеля, но вы этого никогда не почувствуете. Мы с вами находимся на самом тоннелепроходческом комплексе. За спиной мы видим щит, который состоит из режущего органа. Это ротор, на котором смонтированы шарошки. Это режущие элементы, необходимые для разработки грунта. Находится стационарный щит, в котором находятся именно домкраты, продвига от которых щит двигается постоянно вперед и ведет проходку. По правую сторону мы видим шнековый конвейер, который производит отгрузку выработанного грунта на конвейерную систему. И по конвейерной системе грунт выдается уже на поверхность с последующей его отгрузкой в самосвалы. Все тоннели-проходческие комплексы, работающие в Москве, имеют женские имена. Управление щитом «Лилия» производится из кабины, которая находится перед режущим органом. Специалист осуществляет... Непосредственно, да, ведение щита, то есть смотрю, как машина едет, куда она едет, вот навигация, здесь маски, то есть пригруз машины, скорость, какой она движется, нагрузки на ротор. Машина перемалывает породу, как мясорубка, устанавливая блок за блоком, которые с помощью длинных болтов и крепят строители. На щите закончился, проходка закончилась, ведется монтаж кольца. Кольцо состоит из шести блоков плюс замковый блок. И так цикл постоянно повторяется. Проходка, монтаж кольца и так далее до окончания всего строительства тоннеля. Для непрерывной работы щита необходима постоянная подвозка бетонных тюбингов, раствора и прочих необходимых материалов. Осуществляется это с помощью специальных мультикаров. Кабины у них расположены с двух сторон, так как разворот в тоннеле невозможен. Работа ведется круглосуточно, 7 дней в неделю, без перерывов и выходных. А еще в этом году московскими метростроевцами был установлен рекорд Гиннесса. 18 марта текущего года в городе Москве зафиксирован международный рекорд, одновременная работа 23-х туннелепроходческих комплексов. Соединяясь с мневниками, станция Карамышевская будет иметь два подземных вестибюля. Данная станция строится открытым способом. Глубина заложения станции 27 метров. На данном объекте в сутки трудится порядка тысячи человек. Смена рабочего длится 12 часов. Работают на объекте мужские и женские бригады. Строительство станционного комплекса начинается с сооружения котлована. В первую очередь мы приступаем к устройству ограждения котлована. В данном случае у нас представлено ограждение котлована из труб, спунтовое пограждение с забиркой из доски, дабы у нас грунт не обрушался в котлован. Огромные распорки не дают котловану сложиться и служат надежной опорой при строительстве. Говорят, иногда можно услышать треск таких распорок. Это грунт своей массой давит на стены. После разработки котлована возводятся основные монолитные конструкции. Основные монолитные конструкции защищаются от леточной гидроизоляции. Для предотвращения поступления грунтовых вод, дабы не разрушался бетон, не было намыкания внутри станции. Благодаря этим технологиям в московском метро сухо и тепло в любое время года. Мы с вами находимся на платформе станции Карамышевская. В данный момент у нас заканчивается возведение основных монолитных конструкций. Ведутся архитектурно-отделочные работы технических помещений. Идет монтаж эскалаторов и устройство верхнего строения пути в перегонных туннелях. Ежедневно сваривается около 400 метров рельс. Стыки тщательно шлифуются. Это уменьшает уровень шума и делает поездку более комфортной. С помощью погрузчика рельсы отправляют в тоннель для дальнейшего монтажа. Длина перегонов составляет около 2 километров. Дизайн тоже не остался в стороне. Архитектурные решения данной станции... ...будут выполнены в стиле авангард. Кстати, мы не первая съемочная группа, кто проводит тут съемки. Нас посещала Алла Михеева. Уважаю, Александр Митро. Делала свой репортаж о строителях метрополитена. Ой, почему бы не сказали? Она довольна нашим теплым приемом. Немножко зашла не туда и чуть-чуть замарала ноги. Каждый человек, который в последнее время бывал в метро, не мог не заметить появившиеся новые поезда. Больше всех поражает пассажиров поезд «Москва». Тот самый сквозной поезд, герой инстаграмов москвичей и гостей столицы. Еще лет 10 назад сложно было представить, что в метро можно будет не просто подключиться к бесплатному Wi-Fi, но и подзарядить телефон от USB одним глазом, поглядывая в телевизор, расположенный прямо в вагоне с кондиционером. Теперь это привычная практика. В метро появилась и новая навигация. Она стала удобнее, понятнее и информативнее. Для начала надо понимать, что схема метро – это отдельный проект, навигация в метро – это другой проект. И схема является частью навигации. Просто она объединяет в себе сразу название всех станций и дает представление об общей системе. Но на каждой станции люди, естественно, ориентируются уже на совершенно другие носители. Есть настенные указатели, есть висящие указатели, есть над эскалаторами, над входными группами, в фойе, в станционных залах и так далее. Это все огромное количество элементов, которые, конечно, можно было бы сделать только при одном случае – если это все автоматизировано. Мы создали, собственно, большую автоматизированную систему, которая следит за всем, она знает, где, на какой станции, какой находятся указатели, что на нем расположено, какая информация. Соответственно, когда где-то достраивается новая станция метро, сразу на всех указателях, где эта станция должна появиться, оно автоматически будет вписано. И когда мы начинали, мы ходили тоже по ночам с рулетками, с дальномерами лазерными, мерили, какие размеры букс, с какого расстояния читаются, с какой скоростью человек проходит, сколько он успевает слов прочитать, где надо вешать, как надо вешать указатель, чтобы не сталкивалась толпа, например, если вешать указатель сразу, как спускаешься с эскалатора, люди будут останавливаться, а в спину им будут следующие люди с эскалатора идти. Это все надо, естественно, было тоже весь пассажиропоток иметь в виду, все сценарии проработать. И еще понятно, что с первого раза ничего нельзя сделать идеально, надо было повесить, посмотреть, как оно работает и внести коррективы по замечаниям. И они до сих пор продолжают вноситься, то есть каждый день где-то какие-то идут улучшения. У каждого свое метро, каждый видит его по-своему. Любимые станции и ветки, скульптуры и мозаики. Многие легко ориентируются без схемы, составляют в голове наиболее быстрые маршруты. Знают, в какой вагон лучше сесть, чтобы быстрее попасть на выход или пересадку. И, конечно, главным образом метро для каждого из нас является та самая буква М. То, что мы сделали с логотипом, мы причесали зоопарк. Потому что у метро была очень узнаваемая буква М, которую кто-то придумал еще в 30-е годы. И неизвестен автор. Она как-то самозародилась в Москве. И каждый дальше эту букву по-своему интерпретировал на новой станции. Поэтому, примерно, сколько было носителей, столько было вариаций этой буквы М. Ее каждый раз, каждый рисовал на свой вкус, глаз, по воспоминаниям. Поэтому получилось какое-то бесконечное количество вариантов. Мы взяли на себя смелость утвердить один единственный вариант с одним-единственными пропорциями. Написать гайдлайны, прописать все правила, выбрать цвет. И теперь у нас в метро, наконец-то, буква М одна, красивая. И больше она не суетится и не меняет свою форму. И это замечательно. За 85 лет своего существования московское метро проделало огромный путь. От первой линии длиной всего 11 километров до подземной паутины более 600 километров, соединивший не только разные концы Москвы, но и Подмосковья. Так же, как поезда двигаются по линиям, сам метрополитен постоянно развивается. А каким вы представляете себе метро будущего? Наверное, метро будущего, я так, наверное, проложу проекцию от того, что произошло за последние 20 с лишним лет на метрополитене. Вот если, вот вроде бы он тот же, он также возит пассажиров. Но если мы попадем в метрополитен, который был, скажем, лет 20 назад, мы бы ахнули. Потому что это жетоны, ручной контроль на проходе, да. Сейчас это система, автоматизированная система контроля. Хочешь там чем угодно пооплачивать, но самое главное, вы прошли, мы вас считаем. А это очень важно. Мы четко знаем пассажиропотоки, да. Поэтому я думаю, что эти тенденции будут нарастать. Ну, а дальше как это будет? Например, по оплате проезда, может быть, там, нас будут по зрачку глаза считывать. Можем мы пройти или нет, оплачено у нас или нет. Тут уже, наверное, воля фантаста. Мы уйдем от всех этих турникетов, охраны и так далее. Это будет просто все в том... И даже оплата у вас будет автоматически просто списываться каким-то образом. Очень хочется, чтобы все стало намного тише. Очень громко у нас метро. То есть там разговаривать, как общественное пространство, довольно скверное. Оно в итоге получается, потому что шумно. Изменится весь подвижной состав. То есть будут очень комфортные вагоны, более тихие, с хорошей вентиляцией, с кондиционированием и так далее. А также, естественно, всякие системы развлечения, телевизоры и так далее, электронное табло. И, разумеется, в метро будущего вся навигация будет электронная. То есть уже никто не будет печатать пленку на плексиглазе. Метро — это не просто вид транспорта, но и важнейшая городская система, в которой применяются самые высокотехнологичные решения. У метрополитена появилось собственное приложение «Мосметро», которое решает большой спектр задач. В частности, это пополнение карты «Тройка» через личный кабинет, что особенно актуально во время пандемии. Приложение построит наиболее быстрый маршрут с учетом всех видов городского транспорта, включая электрички и аэроэкспресс. При выборе станции на карте «Метро» можно просмотреть инфраструктуру и ознакомиться с исторической справкой. Интеллектуальная система поможет выбрать наиболее оптимальный тариф и сэкономить при покупке многоразовых билетов. Приложение доступно в AppGallery, Google Play и App Store. Московский метрополитен стал неотъемлемой частью жизни почти каждого москвича, потому что, живя в Москве или посещая ее, практически невозможно не спуститься в метро. В этом выпуске мы дарим подарки. Условия конкурса очень просты. Тебе нужно подписаться на канал, посмотреть все части фильмов о метро, поставить под ними лайки и поделиться одним из выпусков в соцсетях. И самое главное – написать в комментарии под этим выпуском, каким ты представляешь метрополитен будущего. 15 июня пять авторов самых креативных комментариев получат подарки и сувениры. В этом году метрополитену исполняется 85 лет. От всей души поздравляем и желаем дальнейшего развития! Субтитры создавал DimaTorzok